Добрый день. Наш сегодняшний блог хотели бы посвятить очень концептуальному вопросу. Центральное место в Торе занимает заповедь выхода из Египта. В этой недельной главе мы читаем о египетских казнях и в принципе есть много объяснений в смысле этих египетских казней. Зачем Всевышний их сделал, почему нужно было именно 10, но хотелось бы вычленить одну мысль. Которую мы видим в результате исполнения или прохождения всех этих 10 казней. Итак, вернемся к тому моменту, с которого мы начали. Выход из Египта занимает центральное место в Торе. Два раза в день во время утреннего и вечернего шма мы упоминаем о выходе из Египта. Мы одеваем тфелин в память о выходе из Египта. Цицит в память о выходе из Египта, дабы мы помнили все заповеди и выход из Египта. Песах вспоминаем о выходе из Египта. Суккот ради того, чтобы мы вспоминали о выходе из Египта. Как написано в трактате Брахот, мы упоминаем это в Агаде, чтобы помнил ты день выхода из Египта все дни жизни твоей. И даже во времена Машеха написано там, в Агаде, что мы должны будем помнить день выхода из Египта. Почему? В чем суть такого постоянного напоминания нам о выходе из Египта? Окей, мы уже были рабами в Египте, вышли из дома рабства, и мы теперь свободные люди. Все время нужно нам напоминать, что мы рабы, были когда-то. Это уже прошло. День независимости. Праздник раз в году. До этого мы подчинялись кому-либо. Сейчас стали независимыми. Все, один день в году и достаточно. В чем суть упоминания выхода из Египта каждый день, два раза в день? Многие заповеди, все, цицит, ежесекундно ты смотришь, вспоминаешь те заповеди. И выход из Египта, опять же, все время мы должны вспоминать выход из Египта. В чем суть? Чему это пришло нас научить? Есть намек. Как известно, Тора толкуется на четырех уровнях. Пшат – простой смысл. Драж – толкование. Ремис – намек. Исоды – тайный смысл. Так вот, интересный намек говорит Баля Таня. Автор книги Таня, Шелхонора, Харабишне, Рузалман, Изляд. Йорцет, которого сегодня вечером. Он говорит, что у нас у каждого есть свой Египет. Египет – это мейцар, граница. Выйди из своих границ. И поэтому нужно вспоминать, все время стараться выйти из своих границ. Конечно, это красивый ремис, красивый намек. Я слышал от своих учителей, от Рыбмой и Шапира. И мне кажется, это то, что написано в Уари. И это то, что имел в виду Раби Шимшин из Астрополи в своем письме, который вы можете прочитать. Смысл такой. Что мы видим во время египетских казней? Мы видим, что Всевышний берет какое-то природное явление и делает его совершенно непонятным, как оно происходит. Что я имею в виду? В одном стакане вода и кровь. То есть, если еврей пьет из этого стакана эта вода, египтянин – кровь. Как такое может быть? С физической точки зрения совершенно невозможно такое вместе быть. Это что за вещество? Это вода или кровь? Какая у него суть? Например, летит градина. В ней есть лед и огонь одновременно. Как такое может быть? С физической точки зрения невозможно. Невозможно. Эти два явления не существуют одновременно. Огонь и лед. Темнота. В одном и том же месте. Здесь один человек сидит на уровне темноты, что он не может даже поднять руку и ногу. Как в черной дыре. Находится в таком уровне темноты, что даже гравитация у него совершенно другая. А в другом месте находится другой человек. Тот же самый человек находится, не тот же, другой человек, находится в том же самом месте. Для него абсолютный свет. Физические явления, которые вместе сосуществовать, по идее, не должны. Как такое может быть? Все же не показывает. Нет понятия физической реальности, которая не подчиняется моей воле. Вам кажется, физическая реальность – это объективная реальность? Нет. Я являюсь, говорит Всевышний, я сейчас его цитирую, конструктором реальности в каждый момент времени. Я создаю реальность. И в этом суть всех египетских казней. Всевышний показал, нет реальности объективной. Есть реальность, которая постоянно в любой момент времени, в любом явлении подчиняется Всевышнему. И если есть его воля, он может поменять все правила игры так, как он считает нужным. Он просто не считает нужным. Но все природные явления, вся реальность, которая вокруг нас, подчиняется Всевышнему. И это тот урок, которому нас учит все время выход из Египта. Говорит Рамбан, именно поэтому Всевышний говорит вспоминать выход из Египта. Почему? Потому что это чудесное явление, когда Всевышний показал, как бы раскрыл заслонку этого мира и показал. Я являюсь тем, кто создает эту реальность. И все люди в течение всей мировой истории должны обращаться к этому факту, чтобы знать. У этого мира есть Творец, который в каждый момент времени, в любом физическом явлении, физическом, химическом, не знаю, в любом абсолютно, является хозяином этого явления и решает, будет оно выполняться или нет. И поэтому все заповеди, они вокруг этого, потому что эта заповедь или этот исторический факт показывает нам каждый раз. Обращайтесь туда. Там я показал, кто хозяин этого мира, кто является конструктором реальности. И любой человек, который хочет действительно обратиться к этому факту, может услышать, узнать и принять, что Всевышний властелин мира. Поэтому это так принципиально. Поэтому вокруг этого все заповеди. Поэтому мы об этом все время вспоминаем. Потому что это единственный момент в истории, или, скажем, начальный момент в истории, по крайней мере, или самый четкий момент в истории, когда Всевышний показал, раскрыл заслонку реальности и показал, что он управляет реальностью. Это принципиальный, концептуальный момент. Всевышний не будет, говорит Рамбан, это делает для каждого человека, который захочет в течение истории. Он именно для этого сделал выход из Египта. Он показал во время выхода из Египта вот этот аспект, и к нему нужно обращаться. Поэтому все заповеди наши вокруг этого, поэтому Тора так часто упоминает этот момент. Большое спасибо.